Тихановская назвала протесты в Белоруссии не геополитической революцией. Интересно, а что же это такое? Она не является ни пророссийской, ни антироссийской, ни проевропейской, ни антиевропейской. А почему анти или про должна быть революция? Какая глупость. Революция и сама по себе революция. Это коренное преобразование общества. Как это не является революцией? Это является очень серьезной революцией. Это коренное преобразование общества. Так что, о чем речь вообще? Я, честно говоря, прочитал как-то и не понял даже. Думаю, нифига себе, бывает же. Тихановская заявила, что оппозиция готова к переговорам с властями Белоруссии. Вот, ну, понятно, оппозиция. Кто такая оппозиция? Конгресс вот этот? Но не воспринимает Конгресс. Если сама Тихановская, то вопрос сразу же будут задавать. А помните, как в «Золотом теленке»? А ты кто такой? Вот если бы Тихановская приняла присягу, сказал, я президент. И потом даже говорила бы о переговорах. Хотя не стоило говорить. Нужно было указы подписывать и все. И там такой рок-н-ролл бы начался. Просто детский. Ну, а здесь кто? Человек, который участвовал в выборах. Ну, хорошо. А кто? Она говорит, что она не хочет заниматься политикой. То есть домохозяйка. Да, домохозяйка предлагает договариваться. А зачем? Лукашенко зачем договариваться? А если нет, он что получит? В ответ геморрой? Нет. Никакого геморрора не получит. Для того, чтобы договариваться, нужен статус прежде всего. И такой статус, который очень сильно пугает того, с кем ты договариваешься. Поэтому я помню, в 90-е годы у меня очень много было цитат, связанных с деятельностью Саратского сыскного бюро «Аллегра». Вот я некоторые из них только собрал, да, мои собственные цитаты. Я тогда говорил, тот, кто предлагает договариваться всем, не договорится ни с кем. Это относительно того, как Тихановская предлагает и России, что это не пророссийское там... То есть не антироссийское восстание в Белоруссии, а такое само по себе, да, такое вот какое-то. И с Евросоюзом хочет договориться, и с американцами, и со всеми, со всеми. И непонятно, в качестве кого она хочет договориться, в качестве лидера оппозиции. Кто такой это лидер оппозиции? Тоже непонятно. Поэтому тот, кто пытается договориться со всеми, не договорится ни с кем. Это классика. Я в 90-е годы на этом собаку съел. Вот еще была такая цитата тоже в 90-е годы. «Если хочешь договориться с врагами, вначале их победи». Это я говорил своим бойцам. То есть вначале побеждаем, потом мы будем договариваться. Ну да, так получалось. Кому-то, так сказать, досталось на орехи, а потом они, знаете, как хорошо договариваются. Во как! Как шелковые договариваются. И вот третий тоже хотел цитату 90-х годов воткнуть. Но тогда это была оговорка. Прошу прощения, потому что это... Хотел я сказать нечто другое. Я сказал это, и оно стало крылатой фразой. Вот это выражение с оговоркой. Я тогда сказал, оговорился и сказал, с каждым человеком можно договориться. Пока он еще живой. Вот Тихановской нужно это объяснить. А что с каждым Лукашенко можно договориться. Пока он еще живой. Это очень важно. Я напоминаю, что Лукашенко несколько дней назад сказал, что инаугурацию он проведет через два месяца. То есть счетчик щелкает. Сейчас пока с ним будут договариваться, разговариваться. Пока будут там как-то умиротворять. И говорит, что надо все тихо. Весь этот, постарается он протест и весь этот процесс слить. И через два месяца, а может быть и раньше, поскольку он не назвал точную дату, может быть станется так, что не через два месяца вы завтра просыпаетесь, а он принял присягу. Он президент. Все, он присягу принял. Сделал как раз то, что сделал, помните, Николай I в тот 14 декабря в Санкт-Петербурге. То есть он провел коронацию. Декабристы рассчитывали, что коронация будет в 10, а она прошла в 8. А они пришли в 10, ни хера себе. А тут уже коронованная особа. Более того, другие-то вообще спали до 11. Пришли, а там те в полной растерянности. Говорят, а вас нет. А он 8 часов короновался. Ну, тут в Милорадовича выстрелили зачем-то. Непонятно зачем, да? И все на этом, ну, не все закончилось. В общем-то, с этого все началось. Но кончилось очень херово. Понимаете? Вот так и здесь может получиться, что через какой-то промежуток времени, совершенно внезапно, вдруг окажется, что утром, рано, он принял присягу, и вам белорусы выдадут это на гора через СМИ и расскажут о том, что все, вот президент вступил в свои права, и так далее, и так далее. Вы выглянете на улицу, увидите там танки, а дальше вы сами понимаете, что будет. То есть массовый протест, который поднимется, он может запросто зависнуть на гусеницах, этот процесс, протест. Поэтому не надо успокаиваться. И промедление смерти подобно. Вы же понимаете, то, что можно сделать было там 10 числа, то сейчас уже многие вещи поздно делать. Поздно. А через еще 15 дней еще будет поздно делать те вещи, которые сейчас можно сделать. Слово опять подсказывает. Я подсказываю тем протестующим. Лукашенко это все прекрасно знает. Я вижу насквозь этих пидоров. Вы что? Я подсказываю. Они это знают. Они это запланировали. Я просто знаю внутри, я чувствую спинным мозгом, что они запланировали. Что же, он будет два месяца, что ли, ждать? Нет, конечно. Он сделает это в тот момент, когда ему будет выгодно. Понимаете? А это должна быть тактика партизан. Это должна быть тактика протеста. То есть встречаться с противником там, где выгодно нам. И делать то, что выгодно нам, а не ему. Понимаете? А это упущено. Инициатива упущена. Самое главное в процессе противодействия. Это инициатива. Как только ты потерял инициативу, тут тебя и трахнули. Это как в шахматы играть. Ты можешь проиграть, сбросить качество, но получить инициативу. И это очень важно. Главное инициатива. Тем более мы не в шахматы играем. И нам не обязательно ставить мат. И не обязательно доводить до Эншпеля. Понимаете? Мы могли бы победить в дебюте. Прямо в дебюте могли бы разнести 10-го, 11-го и так далее. И не нужен был никакой, никакая шахматная партия не нужна была. Вячеслав вы герой России, не дай бог. Не дай бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok